Писовцы описались, то есть им народ дал мандат недоверия, причем они сами себя выпороли. Санду, это западный агент, которую поставили во главе Молдовы, мы помним, как ее тащили в президенты. Они говорят, талантливый шеполководец, да. Но ему все дали. Вот, все, что говорил заложенный в прошлой своей статье, он все получил. Результат ноль. Если в общественном мнении мировом у белорусской армии такой статус, значит мы как минимум добились своей цели создания соответствующего информационного поля. 9 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, традиционно во второй части нашей программы, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит у нас в Беларуси и за ее пределами. Кстати, я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, уже есть ссылка для видеотрансляции, для стрима из нашей студии. Поэтому обязательно переходите по ссылке, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. Кстати, слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Ну а в гостях у нас сегодня генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Доброе утро, Вадим Францевич. Доброе утро. Ну что ж, на старте эфира поговорим, конечно же, о теме, которая касается нашей страны. Итоги совещания Александра Лукашенко по вопросу создания военных прокуратур. Законности и правопорядок должны быть обеспечены в полном объеме. Вот так, если вкратце подвести итоги этого совещания. Но вчера во Дворце независимости собралось практически все руководство силового блока страны. На повестке дня был вопрос создания военных прокуратур. Напомню, что около 10 лет назад эти структуры в Беларуси были ликвидированы. Но ситуация была иная. Вот почему, опять же, сейчас на данном этапе возвращаются к этому вопросу. Почему, на ваш взгляд, пока на данном этапе не принято решение создавать военные прокуратуры. Но, тем не менее, контроль же будет все равно усилен. Ты мне спрашиваешь, как человек, который одно время работал в прокуратуре. Правда, в пресс-службе прокуратуры. Такое было интересное время. Мы там работали с Юрием Владимировичем Азаренком, отцом нашего нынешнего известного журналиста Григория Азаренка. Я благодарен за ту школу, которая тогда была. Потому что освещать работу прокуратуры, это интересно. Действительно, ты многому учишься. Если же говорить об этом совещании, это связано с прокуратурой, но не только. Вот вы посмотрите, стиль президента. Говорите, а что за этим кроется? Вот решение было принято такое. А все открыто. Вот принцип нашего народовластия, открытый характер принятия решений. Есть мнение о том, что, возможно, необходимо воссоздать военную прокуратуру. Я, кстати, когда работал в прокуратуре, она была тогда. И в этом есть логика. Ведь кто следит за темой, здесь нужно всегда быть погруженным в ситуацию данную. Значит, кто следит за темой, этот вопрос уже обсуждался некоторое время. И публично в том числе. Его поднимали. И звучал он и на совещании у президента, хорошо помню. Ну, как предложение некое. Дальше оно прорабатывается. Понятно, в связи с чем этот вопрос возник. Потому что мы видим вооруженное противостояние возле наших границ. Мы принимаем новые меры по укреплению обороноспособности. Это касается не только вооруженных сил. Кстати, военная прокуратура занимается не только вооруженными силами, но и людьми в погонах, в принципе. И встал вопрос об усилении надзора, правового надзора за данной сферой деятельности. Логично, да. Президент решил обсудить. И вот здесь очень важен принцип, как проходят совещания у главы белорусского государства, как принимаются решения. Опять-таки, Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что он проводит совещания, когда есть разные точки зрения. Даже могут переноситься совещания. Если есть одна точка зрения, президент говорит, так что вы выносите на уровень главы государства, если и так все ясно. Готовьте указ, вы уверены, готовы ответить на любые вопросы, подписываться указ, давайте все реализовывать. Здесь были разные точки зрения. Президент выслушал всех. У него есть свой взгляд на этот вопрос. И тоже важный принцип президента. Нужно максимально использовать имеющиеся ресурсы. Если нет большой необходимости создания новых институтов, а глава государства принципиально подходит против образования новых министерств, госкомитетов. Почему? Ну, есть же министерство, есть орган государственного управления. Значит, давайте посмотрим, если оно не справляется, почему. Что, возникли какие-то новые обстоятельства, новая отрасль? Нет. Почему? Значит, давайте загружать, если надо, кадровое решение принимать и укреплять данную сферу, а не плодить вот эти вот бюрократические структуры. Это не наш путь. И все это знают. Я хорошо помню, мы недавно 105 лет комсомола отмечали, и неоднократно вставал вопрос о создании какого-то министерства. Президент каждый раз говорит, нет, давайте смотреть, давайте вот министерство образования отвечает за данную сферу. Белорусский республиканский союз молодежи, местные исполкомы, вот чтобы вся эта система, она действительно давала необходимый результат. Ровно то же и здесь. Если ресурс нынешней структуры осуществления прокурорского надзора не исчерпан, значит, его, этот ресурс нужно дальше использовать. И здесь президент прав, ведь 10 лет назад вносилось же решение, и оно обосновывалось о ликвидации военных прокуратур. Но почему вы через 10 лет вернулись к данной теме, значит, не было недостаточное обоснование. Но, опять-таки, вот этот принцип Александра Лукашенко идти от жизни, то есть рационального принятия решения, то, что называется в зарубежной практике государственный резон. То есть когда путем рассуждений, исходя из логической, из логики принятия решений, они осуществляются, да. То есть если встанет необходимость, президент же сказал, то за один день создадим, если это будет нужно. Пока глава государства такой необходимости не увидит. Кстати, вот то, что касается, опять же, ситуации вокруг нас, здесь действительно же играют, и вот то, что касается милитаризации, да, мы видим, что Польша там нагнетает ситуацию, и тоже здесь главное не поддаться, да. И, скажем так, не окунуться с головой полной. А мы не поддаемся. Вот смотрите, опять сошлемся на президента, как он комментировал ситуацию в Польше. Логично, писавцам, значит, писавцы описались, то есть им народ дал мандат недоверия, причем они сами себя выпороли, референдумы это затеяли. Люди просто сказали, не хотим никакого вашего референдума. Там голосовали только те, кто за них голосовал. Да, те силы, которые оппозиционные, Туск, да мы, слушайте, иногда смотрю эту вражескую пропаганду, они говорят, вот, рассчитывали, что они придут и будут. Да ни на что мы не рассчитываем. Мы знаем, что это тоже наши противники. Но важна та оценка, которую дал польский народ. Мы же цифры знаем, мы знаем статистику, что голосовали не столько за Туска, за Третий Путин, за Левицу, голосовали против Качиньского. 45% накануне голосования не определились со своим выбором. Это был вотом недоверия всей польской политической системе. А колоссальная явка, ну, большая явка, 73%, свидетельствовала о росте политизации, о запросе общества польского на обновление. Я убежден, что ни Туск, ни те люди, которые могут с ним составить коалицию, они не несут такое обновление. Это марионетки. У нас здесь нет никаких иллюзий. Но глава государства дал здравую оценку тому, что происходит. И мы сохраняем холодный рассудок в виде вот этого бряца не оружия. Мы знаем, да, поляки милитаризируются. В перспективе это создает для нас угрозу. На данный момент польская армия, она не боеготова. Это бряца не оружием идет зачастую в интересах политиканов каких-то. Но мы видим, какие процессы там происходят. Отставки генералов, публикации, которые идут даже в открытой печати. Все это анализируется. Наверняка есть еще данные той же нашей разведки. Поэтому они создают новые структуры, командование дивизий, бригад там, проводят мобилизацию резервистов. Мы это все видим. Но вместе с тем польское общество не хочет воевать. А это очень важно. Понимаете, говорят, ну, я вот еще с российскими экспертами и год назад, когда об этом говорили. Говорят, слушайте, но они не готовы. Ну что общество? Общество они сломают. Знаете, польское общество, вот как президент правильно сказал, не так легко сломать. Он подчеркнул, поляки молодцы. А что? Ну, да, ломают общество через колено. Но есть пределы. Посмотрите, как в Словакии. Вот последнее заявление ФИЦе просто, ну, красавчик, смело отдает анализ того, что происходит на Украине. Словакия, Польша, Венгрия держится, да. Мы видим настроение в Германии, в Италии. Ну, вот это даже итальянская премьер пранкером призналась. Говорит, что устали уже, говорит, устали, надо как-то, как-то, как-то. Но она, знаете, такая, те описались, ладно, буду слова подбирать, она такая трусоватая, трусоватая. Она не ФИЦе, она не Орбан. Она так где-то что-то между струйками проскочить, но не лидер. Итальянский великий народ избрали какую-то, 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 какую-то профурсетку. Профурсетку, будем литературные слова использовать. Профурсетку избрали итальянской премьершей. И она там что-то как-то вот, и как избрали, понимаете, вот тоже выборы. Ее ж никто премьером-то не избирал. Люди голосуют за партии, а потом они там что-то между собой договариваются, и вот становится человек премьер-министром. И вот она там что-то между струйками как-то пытается и туда, и сюда. Макрон, сейчас вот в Центральную Азию прилетел. Слушайте, ну, Макрон, везде, по всем линиям просто, они сидят и рассуждают. Ну, вот Россия, вы знаете, вот проиграет, она не проиграет. Кто вообще, вы о чем, ребят? Макрон, что ты рассуждаешь? Макрон профукал просто всю Африку. Макрон разрушил всю геостратегическую линию, геополитическую линию Французской Республики на важнейшем для нее африканском управлении. Макрон в несколько лет перечеркнул все, что сделали. Деголь, Помпиду, Валерий Жаскардестен, Миттеран. Я могу продолжить. Но они, прежде всего, создавали. Там же последующие президенты и Ширак, в том числе, не особо какие-то новшества внесли в эту концепцию. Но они хотя бы поддерживали. Да, поддерживали. Что-то там пыжился на восточноевропейском управлении. Ничего не получилось. По Ближнему Востоку вообще занял такую позицию, где-то сховался по-белорусской кажучи и отсиживается. Сейчас он снова пытается выйти на какую-то линию. Но ничего не получается. Самое лучшее, что может сделать Макрон в этой ситуации, это просто уйти, как и, в принципе, все поколение нынешних европейских политиков. И вот эти выборы в Польше, выборы в Словакии, убежден выборы в других странах, которые будут проходить. Сейчас земельные выборы в Баварии, в Гессене. Это большая оплеуха всему политическому истеблишменту Европейского Союза. Граждане Европы говорят четко и понятно всем политиканам, Шольцам, Боррелям, которые вообще этого никто не избирал, там, Урсуле фон дер Ляйен, там, Кочиньским, Макроном, запятая, запятая, цитара, цитара, цитара. Говорят две фразы всего. Пошли вон и хотим мира. Вот все тот запрос, который сейчас формулирует Европейское общество. Кстати, по поводу Европейского общества и по поводу ситуации, которая происходит, уже на данном этапе, вот интересная ситуация, которая касается Молдовы, уже заявляет о том, что не будут платить членские взносы в СНГ, готовятся к выходу из этой организации эта страна. Что происходит опять? Все четко и понятно, Санду это западный агент, которую поставили во главе Молдовы, мы помним, как ее тащили в президенты, мы помним, как предыдущему главе Молдове Дадону не давали управлять. Если кто-то не помнит, то скажу, что там парламент его на время отстранял от управления, значит, страной, чтобы провести те законы, которые президент отказывался подписывать. Мы помним, что на наших глазах это продолжается, как ломаются оппозицию ведущих лидеров общественного мнения, значит, политические партии, как ломают. Мы видим, что фактически осуществляется ситуация близко к конституционному перевороту, потому что наступают на права гагаузской автономии, просто издеваются, люди четко голосуют, значит, дают понять, какое их настроение. Нет, Санду это все ломает через колено, фактически нивелируется молдавская идентичность, это то, что язык, значит, румынский, принципы унитаризма во власти, включая саму Санду, люди, румынские граждане, идеология Санду нам понятна, ее высказывания в отношении военного преступника и фашистского диктатора Румынии Антонеску все помнят. Это человек, которого сознательно провели, поставили во главе Молдовы для того, чтобы Молдова занимала антироссийскую позицию, антибелорусскую позицию, для того, чтобы Молдову сделать очередным сателлитом-прихвостнем Соединенных Штатов Америки, причем, знаете, уже не первого какого уровня, у них же тоже идет такая градация сателлита, помните учебники феодальной иерархии, там, бароны, виконты, графы, герцоги, там тоже все есть. Причем оно в ритуалах видно, я могу рассказать, как вот в Страсбурге, там, в Брюсселе они выстраиваются, вот там министр иностранных дел, допустим, Швеция там без досмотра проходит, а министр иностранных дел Молдовы уже досмотрят, потому что не по тому ранжиру, кабинеты разные отличаются, так и здесь. И вот у них идет ранжир там, допустим, первого уровня сателлиты США, это Великобритания, там, Франция, Германия, потом второго там поменьше, третий уровень это страны Восточной Европы, ну, там Польша пытается еще с одного уровня другой проскочить, что, типа, мы в Европе не вторые, мы не первые, но и не вторые, вот они какие-то при Качинском полуторные должны были, да, Качинский полтора, я бы так сказал, в данном случае его позиция в Европе была и среди сателлитов США. Так вот, Молдова, как и те, кто там пытаются другие страны втянуть постсоветского пространства, это какой-то третий, четвертый уровень вообще. Ну и, конечно, статус Украины это, в принципе, расходный материал, в принципе. Хотят ли граждане Молдовы этого? Убежден, что нет. Но ведь это же будет хаосом. Мы видим, что, как минимум, молдавское общество расколото. И нормальные отношения с Российской Федерацией, хотя у них нет общей границы, но, тем не менее, они привели бы и к обеспечению территориальной целостности Молдовы, и гражданскому миру в Молдове, и убежден, что в этом случае Молдавия заручилась бы поддержкой как Москвы, так и Бухареста, нет серьезных противоречий. Это все создано абсолютно искусственно, абсолютно, только с одной целью. Вот США ведут ее, мы видим, какая линия у них по Армении, сейчас по Центральной Азии, уменьшить влияние России на постсоветском пространстве. Они понимают, что режим Зеленского не может выиграть войну, но, пользуясь этой ситуацией, вовлеченность России в вооруженное противостояние, кровопролитное и крайне напряженное, они пытаются выдавить Россию из тех стран, где у Москвы было и остается традиционно достаточно высокое влияние. Кстати, то, что касается Украины, главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный в интервью британскому изданию «Заэкономист» заявил, что конфликт в Украине зашел в тупик, выразил сомнения о том, что украинская армия сможет добиться прорыва на фронте. Вот к чему, скажем так, во-первых, такие заявления, а во-вторых, что это может привести? Потому что, опять же, истощение длительное, то есть на годы может замотаться этот конфликт? Знаете, вот тут Залужный, он прямо сказал Западу, что вы не должны бросать Украину. Слушайте, Залужный много чего говорит. Я помню, еще год назад или сколько у Залужного была статья, когда он анонсировал контрнаступ, что ему там надо 300 танков, сколько-то боевых машин, и вот он тогда прорвется. Но ему дали это все. Он не говорил о тех средствах, о которых сейчас говорит. Они говорят, талантливый же полководец, да. Но ему все дали. Вот, все, что говорил Залужный в прошлой своей статье, он все получил. Результат ноль. Сейчас он новый формулит. Вообще, фигура Залужного, Дута, знаете, я бы сравнил его, был такой фельдмаршал гитлеровский, Роммель. Значит, его раскручивало на фоне поражения Германии на Восточном фронте. Ну, а Роммель, как известно, воевал в Северной Африке. И Геббельс тоже есть уже соответствующее исследование. Представил целую команду, ну, мы бы сейчас сказали, пиарщиков к Роммелю, которые создавали образ такого успешного немецкого командующего. Там эти очки на фуражке, лист пустыни, вот он с солдатами, там все. Вот, они создавали. А потом этот же образ создавали и западники, потому что им надо было объяснить, ну, почему вот они проигрывали там некоторое время во Франции и в Северной Африке, потому что им противостояли такие люди, как Роми. И вот это раскручивание образа абсолютно искусственного такого выдающегося полководца, оно мы видим и на примере Залужного. Пытались некоторых других украинских генералов, но там не сильно пошло. Но Сырский, знаете, я помню эту смешную публикацию, самый лучший военачальник 21 века, которого били при Мариуполе, разбили под Бахмутом. Попытка Бахмута отбить, он же публично выступал и говорил, значит, что да мы сейчас его возьмем, ничего не получилось. И, конечно, это его выступление перед бойцами ВСУ, где он сказал, ну, вы идите вперед в Бахмут, там уже нет вагнеров. Уже, дескать, вот, ну, вот сейчас Залужный. Значит, раскручивает эту фигуру, так же, как и Буданова, начальника ГУРа. Вообще, в принципе, поведение очень необычное для военных. Повышенная публичность этих людей, что тоже о многом говорит. И я думаю, вот эти немножко завуалированные такие обвинения в адрес Запада, дескать, мы проигрываем, потому что вы нам не помогаете. А он получит обратку. Скоро придут, вот, как было по украинским спецслужбам, публикации, что да это все ЦРУ организовывает. То есть все эти террористические акты, всю эту террористическую деятельность натаскала ЦРУ. Я думаю, по-залуженному мы скоро увидим публикацию, что, ну, я даже представляю, в каком-нибудь, ну, не в икономис, там выйдет в Нью-Йорк Таймс или в Уолл-стрит-джорнал статья «За успехами Украины в 22-м году стоит деятельность военной миссии НАТО». И вдруг окажется, что это никакой не заложенный, никакой не сырский, а это, значит, военные из США и Великобритании, которые сидели в бункере в Киеве и планировали все операции. Потом вдруг окажется, что на командных пунктах, на стратегических и оперативных направлениях сидели тоже НАТОвские генералы, а украинцы оказались не очень хорошими учениками, и поэтому, как только за ними ослабили контроль, они ничего не показали в контрранспорте. Вот я почти убежден, что такие публикации будут. Вот интересная тема для разговора, согласно одному из последних исследований, армия Беларуси по своей эффективности входит как минимум в двадцатку самых боеспособных в мире. Чем это обусловлено? Ну, это, видимо, опрос US News and World Report, авторитетного американского издания. Они опросили, тут тоже вот когда эта новость вышла, там наши оппоненты, мягко говоря, как по-белорусски кажутся, МОУ стратили. Заняло. Заняло МОУ, да. Они такие, как, что-то какой-то бред стали нести. Давайте вот конкретно. Значит, это издание, авторитетное достаточно, опросило 17 200 респондентов из 36 стран по, там, по-моему, 73 позиции, да. Да, и белорусская армия заняла 12 место. Говорит, как-то опередили армию Франции, там, Японии, еще кого-то. Ну, понимаете, это, а кто входил среди этих опрошенных, там, бизнесмены, политики, журналисты. То есть, несколько категорий они определили, и вот такой эффект. В любом случае, как бы то ни было, мы свои цели добились. Потому что, если там на потенциального противника, а как противник потенциально оценивает нападать, не нападать, предпринимать действие, не предпринимать, какое складывается ощущение, и в обществе в том числе. Общественное мнение влияет очень серьезно на принятие таких решений. Если в общественном мнении мировом у белорусской армии такой статус, значит, мы, как минимум, добились своей цели создания соответствующего информационного поля вокруг системы национальной безопасности Беларуси. То есть, это важнейшая цель. Высочайшее искусство обеспечения обороноспособности, это, не применяя вооруженные силы, добиться защиты своих интересов. Не применяя. Мы этой цели сейчас достигаем. И, конечно, я вот понимаю, там, какого-нибудь среднестатистического итальянца, индийца, или... Ну, вот, Беларусь находится рядом с фронтом. Постоянно мы фигурируем в новостях. Но, вместе с тем, значит, полигоны мы предоставляем, значит, у нас полигоны есть. Оружие, там, говорят, мы подставляем, не подставляем, там, оборонная наша промышленность, значит, есть оборонная промышленность. Дальше, ядерное оружие у нас тактическое появилось. Да, российское, но наши экипажи работают, наши самолеты, наши ракетные установки есть. Слышали, Искандеры, С-400, есть авиация боеспособная. Я так могу дальше, 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 да. И понятно, что у специалиста, у бизнесмена, у политика, у обывателя создается впечатление, что Беларусь достаточно серьезно накачана в этом плане. И президент же подтвердил, вот общаясь с журналистами, он же что сказал, по-моему, 27 октября, что мы воевать не хотим, хотя есть у нас ответить сейчас, как никогда ранее. То есть, это объективная оценка нашего главнокомандующего совпадает вот с этим мнением этих стран. Ну и по другим опросам, Беларусь, несмотря на то, что это не самая большая страна мира, входит в топ боеспособных армий. Были там исследования различных авторитетных институтов, там в 40 лучших армий входило. Я говорю, не мусорные какие-то исследования, где ливанская армия иранскую опережает, например. Ну это вообще, я не знаю, что это за исследование. Кстати, ливанская армия, кто понимает ситуацию, это мы на них не ссылаемся. А те, которые объективные, они дают достаточно высокие места. Беларусь, ну они говорят, ну ваша армия не воевала, и слава богу. И слава богу. Это наша концепция. Это та линия, которую проводит Александр Лукашенко. Если надо будет, то мы ответим. Но наша задача защитить мирный труд наших людей. Почему в разгар просто военного противостояния, вот вспомните, в каких условиях нынешний год Александр Лукашенко объявлял годом мира и созидания. Тогда просто все оторопели. Тут бои такие идут на Украине. Значит, уже тогда под Харьковом ВСУ наступало, под Херсоном. Ну, слава богу, россияне смогли там дать должный отпор. Но тогда, это же вот конец прошлого года. Под Бахмутом эти бои уже разворачиваются. И Беларусь в этой ситуации объявляет год мира и созидания. Значит, убежденность президента в наших силах, в наших вооруженных силах, в наших гражданах, что мы сможем защитить свою мирную жизнь. Кстати, вот то, что касается, опять же, ситуации вокруг границ, вот еще к Польше хотел бы вернуться. Здесь звучат уже там заявления, что будут сейчас на данном этапе призывать там около 200 тысяч человек. 200 тысяч, да. Ну, опять, давайте вот... Вот рискнет Польша все-таки или нет? Ну, мы же уже говорили, ну, куда она рискнет? Во-первых, сейчас Польша, когда там непонятно, какое правительство будет, на что она рискнет? Что Дуда пойдет на это? Нет. Кто? Премьер-министр? Новое правительство точно не пойдет. Я могу гарантию дать, что, по крайней мере, в ближайшее время. Польские военные объективно оценивают свои силы. Если так, не то, что они публично выходят, там, ух, войско польское, знаете, войско польское моторизовано, еды на роверок на два пана. Вот такое состояние. А что? Ну, давайте вот объективно говорить. Поляки, да, они накачивают себя вооружением, но накачивают, еще не накачали. Что бы показало? Со складов отдали украинцам боеприпасы. Половина негодных. Нормально? Танки там, мы сейчас танки там твардые, модернизированные Т-72, они себя никак вообще на фронте не показали. Там 200 или 300, они больше всего единиц танков передали в свое время. Пожгли русские просто, их танки. Значит, какие-то там самолеты, еще оказалось, что у Польши всего, не так всего и много. Но сейчас они новую дивизию механизированы, бригады территориальной обороны. Мы за этим следим. Конечно, планы, они не просто настораживают, они нас сподвигают к тому, чтобы предпринимать ответные действия. Поэтому ядерное оружие на территории Белоруссии есть. Потому что они собираются 400 «Хаймерсов» покупать, К-2 «Черные пантеры», танки южнокорейские, «Абрамсы» на 6,5 миллиардов долларов они собираются покупать. Много чего они собираются. Понятно, мы видим эти планы. Два раза нарастить. Но на данном этапе был же опубликован план с Лили, когда против Тузской кампании ввели объективные оценки польским генеральным штабам своих сил. Что в случае открытого столкновения с союзным нашим государством, а они понимают, что нападение на Беларусь, это все, конфликт с Россией 100%. И их план отступать на линию Вислы на секундочку был. Поэтому, несмотря на все брятся неоружие, мы прекрасно понимаем реальное состояние дела. Не хотел бы говорить там слабость, не слабость. Реальное состояние дела и в польской политике, и в польских вооруженных силах. Шовинизма там выше крыши, эту крышку аж сносит. Даже он попытка... Смотрите, как их американцы облапошили. Ну, лопухи. Ну, оказалось, они там друг друга обвинялись, что Польшей российские и советские агенты управляют. Там вся предвыборная компания. Ты агент. Нет, ты. То есть все. В ПИС агенты, тут агенты. Оказалось, что Польшей управляют не агенты, а лохи. Извините за мой такой простой речевый сленг. Их американцы как детей сделали. Весь 22-й год. Чтобы поляки там не рыпались, выступали послушным мостиком снабжения Украины. Все. Им там подписывают соглашение. И этот Дуда приезжает. Там во Львове принимают. Зеленский клянется. Принимает соглашение, что в особых правах польских граждан. А в этом году украинцы посмотрели. Американцы дали добро, щелчок, хлоп. И они как взбеленились. Смотрите, какой конфликт сейчас между Варшавой и Киевом идет. И без всякой волынской резни. Хотя тоже. Хотя тоже пытались. Да, вскрывается. Да. Пытались там ее уйти. Значит, эту тему закрыть. А реальные интересы противоречивые. Американцы там решили немножко вектор свой поменять. Дали сигнал Киеву. И Киев эту Варшаву отправил куда подальше. Это то, о чем мы здесь неоднократно с вами говорили. Что у польского шовинизма, у польского империалистического проекта основные его недостатки. Первое. Они не могут предложить региону идею, которая бы этот регион сплотила. Кроме собственного доминирования. У них нет экономических ресурсов собственных. Они только паразитируют на германских, американских и так далее деньгах. Для того, чтобы это сделать. И третий момент. Это застарелые противоречия. В том числе экономические. Возьмите украинское зерно. По которому они не могут выстроить вот это единство взглядов в регионе. Поэтому центральная и восточная Европа польской не будет никогда. Кстати, по поводу денег. Палат представителей США одобрила выделение денег Израилю без упоминания Украины. Вот разгорается уже. Байден говорит, что наложит вето на это решение. Без Украины, дескать, мы не будем снабжать. Но это общая тенденция. Мы упоминали итальянскую премьершу, которая сказала, что все устали. Да мы видим. А что, американское общество не устало? Ну сколько можно? Еще понятно, Израиль это особая роль, особое отношение многолетнее между США и Израилем. Израиль называют 51 штатом США. Да, да, люди готовы помогать. И там родственники у многих есть. Это все понятно. А здесь что? Ну устали. Зеленский раздражает. Тут у нас проходила конференция по евразийской безопасности. Эксперты в один голос кулуарах говорят из Франции, Британии, Германии, Прибалтики. Да мы все, надоел этот его образ, этого небритого мужика в этой форме оливковой. Да ладно, там была реальная форма. Они же там подбирают. Ой, говорит, нет, у него кроссовки недорогие. Какая разница какие? Это цирк. Люди понимают, что он играет роль. Он надоел просто всем. А вместе с ним и вся эта украинская тематика надоела. И поэтому американские политики и конгрессмены видят настроение своих избирателей. И транслируют. А это не получится. На нем кровь. Вот на этом подонке лохматом. На нем лежит кровь. Тысячи тысяч украинцев, русских людей, которые там гибнут. Наемников, которые туда приезжают западные и воюют за режим Зеленской. Это Джонсон все сделал. Мир можно было достичь весной прошлого года. Уже об этом все говорят. Все говорят. Когда были переговоры у нас в Беларуси, когда были переговоры в Стамбуле, все было достигнуто. Россия не хотела вооруженного дальнейшего конфликта. Она понимала, что может добиться своих результатов по-другому. Она показала силу. Она продемонстрировала, что готова пойти на решительные меры. И дальше готова была договариваться. Это была военно-демонстративная акция поначалу. Почему специальная военная операция? Но такие люди, как Джонсон, он, прежде всего, он прилетал в Киев. Они заставили Зеленского, их марионетку, не пойти на это соглашение. Но этих людей, собственно, народ отправил в отставку. Похоронил как политических деятелей. И конгрессмены США видят эту тенденцию, несмотря на то, что они находятся за океаном. Эти тенденции общемировые. Ну что ж, спасибо вам огромное за мнение. В завершении сегодняшнего выпуска еще, конечно же, напомню, что 7 ноября у нас совсем скоро. День Октябрьской революции. В преддверии этого праздника мы с вами встречаемся. Но вот Беларусь, наверное, таким уникальным образом сохранила этот праздник и несет его дальше. Сейчас, на сегодняшнем этапе развития нашей страны, мы видим, что он как-то обрастает новыми какими-то проектами. Во-первых, давайте поздравим наших братьев-россиян. У них завтра праздник, День народного единства. 4 ноября прекрасная дата, когда из Москвы были изгнаны оккупанты, ополчение Минина и Пожарского. Вот этот вызов, который, опять-таки, польской агрессией был, был дан достойный ответ. У нас вчера была совместная коллегия, Министерство культуры России и Беларуси в Бресте. Просто душа радуется, когда ты видишь, какое огромное количество проектов реализуется во всех сферах культурного взаимодействия. Это прекрасно. Поздравляем наших братьев-россиян. И в нынешние испытания они доказали единство российского народа. Ну и у нас, да, 7 ноября, день Октябрьской революции. Почему для нас это важна дата? Можно по-разному относиться к тем политическим событиям, которые происходили в 17-м году. Уж я занимался этой темой, когда диссертацию писал. Собственно говоря, есть тема моей диссертации, среди прочего. Вот. И по-разному можно относиться. Но, тем не менее, благодаря Октябрьской революции Беларусь получила государственность. Вот нужно прямо сказать, если бы не было приходов большевиков к власти в октябре 17-го года, то белорусы не получили бы шанс на создание собственной государственности. По крайней мере, в том виде, как это было сделано Белорусской Советской Социалистической Республики, благодаря чему и существует сегодня Республика Беларусь. Это вот просто прямо нужно... Факт. Да, это факт. Ленин, Сталин, на определенном этапе Фрунзе, который был связан с Белоруссией, они сыграли ключевую, важнейшую роль в институционализации, укреплении, финансировании белорусского движения. Вот это прямо нужно говорить. Поэтому, в том числе, очевидно, эта дата для нас и важна. У нас сложились свои традиции. К 7 ноября, когда вступают в строй новые объекты, как бы подарки к празднику, они, безусловно, в нашей стране существуют. Поэтому этот праздник вписался в такой государственный календарь праздничных дат, который отражает государственную национальную идеологию Беларуси. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Поэтому да, и всех с праздником. С праздником, да. Спасибо огромное за мнение. Всех поздравляем с наступающим праздником. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора читайте в нашем сетевом издании с B.by на протяжении всего дня и слушайте в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас был генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, спасибо огромное за мнение. Вам спасибо. До встречи в буднях. Беларуси Вадим Францевич Гигин.